Спустя 75 лет после освобождения концлагеря Освенцим, представитель цыганской ассоциации Польши, прогуливаясь вдоль сектора Б, показывает, где когда-то находились бараки так называемого цыганского лагеря. Цыгане были третьей самой многочисленной группой узников в Освенциме после евреев и поляков. Специальные бараки для них открыли 26 февраля 1943 года. Людей заселяли целыми семьями. Там не было ни канализации, ни воды. Многие голодали и умирали от болезней. «Судьба для них была уготована такая же, как и для евреев. Всех их ожидало полное истребление». Нацисты считали цыган врагами рейха. Согласно данным музея Освенцима, в лагере было не менее 23 тысяч представителей этого народа. Многие погибли от голода, болезней, а также в газовых камерах. Цыганский лагерь здесь просуществовал до 2 августа 1944 года. В тот день более 4 тысяч оставшихся в бараках мужчин, женщин и детей отправили в газовые камеры. Эльжбета Сапчинска – полька, которой удалось пережить страшное время в Освенциме. Ей было 10 лет, и она была в лагере с мамой и братом. Вспоминает, как её и других заключённых из её сектора однажды перевели в цыганские бараки. «Когда они начали переводить нас в цыганский лагерь, нам стало очевидно, что это нехороший знак, что для нас это нехороший знак. Это был другой тип бараков. Остальные были кирпичные, а эти – деревянные». Около полутора миллионов человек, большинство евреев было убито в нацистском лагере, который стал символом ужасов Холокоста и Второй мировой войны. Немецкие власти основали Освенцим на отдельной территории в 40 квадратных километров на юге Польши в 1940 году. Изначально это был трудовой лагерь для польских заключённых. Позже его превратили в лагерь смерти. Просуществовал он до 27 января 1945 года, когда его освободили советские войска. Китай расширил беспрецедентную и бессрочную приостановку общественного транспорта на восемь городов, в которых проживает 25 миллионов человек. Так, в стране пытаются сдержать распространение неизвестного коронавируса, который впервые появился в городе Ухань и уже успел проникнуть по меньшей мере в шесть стран мира. Все города, в которых ввели ограничения, находятся в провинции Хубей – эпицентре распространения вируса. Там не ходит транспорт, отменены авиарейсы, а людей призвали по возможности оставаться дома. Впрочем, поступают сообщения о том, что некоторые авиакомпании продолжают перелёты. По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом COV-2019 возросло до 830. Умерших – уже не менее 26. Между тем, в Китае зафиксирован второй случай смерти от нового коронавируса за пределами провинции Хубей. Пациент скончался в городе Суйхуа провинции Хэлунзян. Первый случай был зафиксирован в провинции Хэбэй на севере Китая. Пассажиры в аэропорту Шанхая говорят, что очень беспокоятся. Многие едут в другие регионы страны на празднование китайского Нового года. «Думаю, они сделали это поздно. Большинство людей, которые хотели уехать из города, уже это сделали. Они уже далеко. Теперь заболевают даже те люди, которые не были в Ухане. Думаю, ситуация с эпидемией уже вышла из-под контроля». По одному случаю заболевание уже зафиксировано в США, Таиланде и Тайване, и по два – в Японии и Южной Корее. Между тем, Всемирная организация здравоохранения на своей экстренной встрече решила, что пока рано объявлять пандемию. «В Китае ситуация сложная, но пока она не переросла в глобальную угрозу. Хотя всё может измениться». В 2002-2003 годах в Китае свирепствовала эпидемия атипичной пневмонии. Тогда, по официальным данным, умерло почти 800 человек. В этот раз ситуация немного другая. Вирус распространяется быстрее, но смертность ниже. Число умерших от китайского коронавируса достигло 80 человек. Более 2700 инфицировано в 30 провинциях КНР. Таковы официальные данные китайских властей в отношении опасного вируса, который впервые начал распространяться в городе Ухань. Местные власти по всей стране принимают меры, чтобы ограничить передвижение людей. Между тем, эксперты считают, что реальное число заболевших и умерших гораздо выше официальных цифр. Новые случаи заражения регистрируют и в других странах. По состоянию на 26 января по 8 случаев было в Таиланде и Гонконге, по 5 в США и Макао, по 4 в Тайване, Австралии, Сингапуре и Малайзии. Во Франции и Японии по 3 случая, во Вьетнаме и Южной Корее по 2. Также по одному заболевшему уже есть в Канаде и Непале. В провинции Хубэй, эпицентре заражения, также находятся 140 граждан России. Однако пока среди них нет заболевших или людей из группы риска. Медицинские эксперты из Британского университета Ланкастера, университета Флориды в США, а также Центра по изучению вирусных болезней в Глазго говорят, что способность вируса передаваться от человека к человеку становится всё сильнее. Они считают, что в настоящее время в Ухане выявлено лишь 5% всех случаев заражения, и к началу февраля количество заболевших может достичь 190 тысяч человек. По их мнению, масштабные эпидемии могут охватить такие крупные города, как Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Чунцин и Ченду. «Мы беспокоимся. Когда материковый Китай сообщает, сколько людей умерло или было инфицировано, то это значит, что на самом деле их намного больше». Между тем, в Ухане и некоторых других населённых пунктах продолжается настоящая блокада. Перекрыты дороги и шоссе, закрыты рынки, школы и государственные учреждения, не ходит общественный транспорт. Сообщается о нехватке продуктов в магазинах, а также дефиците лекарств, масок и защитных костюмов. По всему Китаю также временно запретили торговлю дикими животными на рынках, супермаркетах, ресторанах и на онлайн-платформах. Как предполагается, переносчиком вируса может быть животное, которым торговали на рынке в Ухане. Вирус вызывает симптомы, подобные обычному гриппу или простуде – высокую температуру и затруднённость дыхания. Также может вызывать пневмонию. В группе риска находятся дети и пожилые. Вакцины от вируса пока нет. В борьбе с недугом люди могут полагаться только на собственный иммунитет. Мы прямо над вами, Азизе. Не хочу сажать батарею на вашем телефоне. Азизе, там голос вашего сына. Хорошо, скажите им обоим вдыхать через нос и выдыхать через рот, медленно. Помните, как вы дышали, когда рожали. Вот так вам всем нужно дышать. Просите их разговаривать с вами. 45 человек, включая женщину, с которой говорила эта спасательница, удалось извлечь из-под завалов живыми после землетрясения, которое произошло в Турции 24 января. Тем временем продолжает расти число погибших. Как сообщил министр здравоохранения страны, жертв уже 38. Около ста пострадавших остаются в больницах. В целом, в медучреждения после землетрясения обратились более 1600 человек. Землетрясение произошло в пятницу вечером в провинции Эль-Азык, примерно в 550 километрах восточнее Анкары. Подземные толчки были силой 6,8 балла. Потом последовало более 400 авторшоков, 14 из которых были магнитудой более 4. Подземные толчки также ощущались в Израиле, Ираке и Сирии. В настоящее время спасатели работают в трёх точках в Эль-Азыке при минусовых температурах. Большинство людей погибло именно в этой провинции. Ещё несколько человек – в соседней Малатье. В восточноиндийском штате Адиша поймали слона, который ранее насмерть затоптал четверых человек. Операция началась в понедельник вечером и продолжалась почти всю ночь. Слона удалось усыпить транквилизатором только с четвёртой попытки. При этом потребовалась помощь двух больших экскаваторов, которые своими ковшами удерживали слона на месте. «После четырёх выстрелов нас ждал успех. Теперь мы отправим слона туда, куда скажет региональный чиновник лесного хозяйства». Как предполагается, сначала слон некоторое время пробудет в закрытом вольере. Затем его отвезут в леса, которые находятся далеко от деревень. Слонов в Индии считают священными животными. Так индуистский бог Ганеша изображается с головой слона. При этом в стране усугубляется конфликт между людьми и этими исполинами. Из-за потери мест обитания слоны в поисках пищи всё чаще заходят на сельскохозяйственные поля. Когда фермеры пытаются их прогнать, животные нередко становятся агрессивными. В итоге гибнут либо люди, либо сами слоны. В Индии обитает более половины мировой популяции азиатских слонов. Этот вид находится под угрозой не только из-за сокращения ареала. Также его истребляют браконьеры в погоне за ценными бивнями. До 54 возросло число погибших в результате наводнений на юго-востоке Бразилии. 18 человек числятся пропавшими без вести. Более 30 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В результате сильных дождей и оползней в последние несколько дней пострадали штаты Минос-Жерайс, Эспириту, Санту и Рио-де-Жанейро. Большинство жертв и эвакуированных – в Минос-Жерайсе, включая его столицу – Белу-Аризонте. «Пострадало много домов, но сильнее всего два. Там есть жертвы. Две разных семьи. В одной четыре человека, во второй – три». Как сообщают местные СМИ, за сутки в Белу-Аризонте выпало более 170 миллиметров осадков. Это рекордное число за всё время наблюдений – последние 110 лет. Более чем в 120 муниципалитетах Минос-Жерайса объявили чрезвычайное положение. Погибшие также есть в прибрежном штате Эспириту, Санту. Эвакуированных размещают в зданиях церквей, школ и пожарных станций. Местные власти просят собирать для пострадавших одежду, одеяло и матрасы. Это смертоносное наводнение случилось ровно через год после другой трагедии – обрушения плотины в городе Брумадинио, который тоже находится в штате Минос-Жерайс. Тогда погибло более 250 человек. Год назад в городке Писсела на севере Буркина-Фасо жили 15 тысяч человек. Сейчас его население увеличилось в три раза из-за вынужденных переселенцев. Люди бегут сюда, спасаясь от атак исламистов. Ресурсы города истощаются, не хватает воды, школы переполнены. «Почти каждый дом принял семью переселенцев. Некоторые семьи даже приняли по 80 человек. Это оказывает давление на их образ жизни. Он почти полностью меняется». Фермер Ахмед бежал сюда из Рафинеги. Вспоминает, как в его деревню на мотоциклах приехали вооружённые боевики и начали стрелять в мирных людей. «Они убивали людей в 40 метрах от меня. Я убегал, поэтому не видел, кто ещё успел скрыться. Они убивали людей на рынке. Среди них мог оказаться и я». Нападения совершают боевики, связанные с исламским государством и аль-Каидой. Эти террористические группировки запрещены в России и других странах. В прошлом году атаки исламистов на севере Буркина-Фасо участились. Только во второй половине января в четырёх деревнях рядом с Песелой террористы убили почти 50 человек. На прошлой неделе парламент Буркина-Фасо единогласно проголосовал за обучение и финансирование местных сил самообороны. На защиту мирных жителей готовы встать даже старики. «Я уже не молод, но ситуация настолько серьёзная, что это не имеет значения. Я думаю о будущем поколении. Даже если мне придётся потерять жизнь, я готов присоединиться к силам самообороны ради моих детей и младших братьев». По данным ООН, в Буркина-Фасо число вынужденных переселенцев растёт быстрее, чем в какой-либо другой стране Западной Африки. Мощное землетрясение с эпицентром в Карибском море ощутили в Майами и в некоторых провинциях Кубы, в том числе в столице Гавани. Подземные толчки были силой 7,7 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров между Ямайкой, Каймановыми островами и Кубой. Потом последовало несколько авторшоков, включая один магнитудой 6,1, который произошёл намного ближе к Каймановым островам. О пострадавших и серьёзных повреждениях инфраструктуры сообщений нет. В Гаване из некоторых отелей эвакуировали туристов. «Здесь землетрясение ощущалось сильно. Людей эвакуировали, рабочих и туристов, которые были в отеле. Много людей эвакуировали. Толчки ощущались сильно». При этом некоторые жители вообще не ощутили подземных толчков. «Я вышел на улицу посмотреть, понять, есть ли какие-то новости, предупреждения. Я ничего не почувствовал. Похоже, всё спокойно». «Здесь мы ничего не почувствовали, потому что работали, но в других районах Гаваны землетрясения ощутили». Международный центр информирования о цунами сообщил, что угроза большой волны уже миновала. Возможно, колебания моря высотой до 30 сантиметров. Правительство Мексики за день депортировало 240 нелегальных гондурасских мигрантов. Их выслали из штата Табаско в Омоа на северо-западе Гондураса. Мексиканские власти обещают выдворять всех, кто незаконно пересекает границу. За последнюю неделю в Гондурас депортировали почти 3400 мигрантов. Из них 3065 человек прибыли из Мексики, остальные – из Гватемалы. Власти Гондураса призывают своих граждан отказаться от попыток добраться до США. Потерпевшие неудачу мигранты даётся отечественникам такой же совет. «Я впервые пустился в такой путь и прошу людей больше не пытаться пройти на север, поскольку ситуация с миграцией сложная. Я прошу матерей не брать с собой детей, потому что очень горько видеть ребёнка, идущего под палящим солнцем». Депортированные гондурасцы прибыли в Мексику с караваном мигрантов из Гондураса, Гватемалы, Никарагуя и Сальвадора. Он сформировался в конце 2018 года. Центральные американцы планировали добраться до США. Однако президент Дональд Трамп потребовал от мексиканских властей ужесточить миграционную политику, пригрозив обложить пошлинами весь мексиканский импорт. После этого Мексика усилила охрану своих границ, и поток мигрантов в США резко сократился. «Европейский парламент преобладающим большинством проголосовал за ратификацию соглашения, над которым работали три с половиной года. Документ обеспечит выход из ЕС Великобритании, которая была в составе блока с 1973 года. В полночь с четверга на пятницу 31 января страна перестанет быть членом Евросоюза». Для 73-х членов парламента от Великобритании это было последнее голосование. Затем законодатели исполнили традиционную шотландскую песню «Старое доброе время», чтобы попрощаться с коллегами. В то время как одни представители Великобритании плакали, другие ликовали. «Я храню в сердце надежду, что однажды мы вернемся в эту палату и будем праздновать наше возвращение в сердце Европы. Спасибо». «Больше не будет финансовых взносов, больше не будет Европейского суда, не будет общих правил для рыболовства и нас больше не будут запугивать». Тем временем жители европейских стран говорят Лондону до свидания. «Всё сложно, у них есть свои причины. Но я не думаю, что это выгодно для них и для остального Евросоюза. В конце концов, они приняли решение демократическим путём, поэтому могут выполнить задуманное». «Они делают так, как лучше для их экономики. Думаю, многие страны последуют их примеру». «Мне грустно, как будто семью покидает двоюродный брат. Надеюсь, что после выхода Европейский союз сможет ещё больше сплотиться и продолжит развиваться». «Во-первых, хорошо, что Великобритания выходит из Европейского союза. Как раз вовремя. Думаю, Польше нужно сделать то же самое». Сразу после выхода Великобритании начнётся переходный период, который продлится до конца текущего года. В этот период стороны должны будут утвердить все условия будущего сотрудничества в разных сферах – от торговли до безопасности. А пока же всё останется по-прежнему за исключением одного – в Брюсселе и Страсбурге больше не будут висеть британские флаги.